мы сегодня поговорим про опасные медитации про опасность медитации и с нами нейропсихолог методолог тарья масленника женя ура наконец можно поворчать на эту тему и спасибо большое что ты поддержала эту мою инициативу с расследованием опасных медитаций а у меня почему в принципе подгорает от темы а меня зовут евгения хоменко я из сурового инфобиза человек из пиара из рекламы то есть я насмотрелась и на разные манипуляции и на способы продаж и в том числе сейчас я вижу как продаются разными людьми просто медитации платной медитации купи то то послушай поспи под нее получишь там что-то и для меня это выглядит как минимум не всегда этичным но как минимум опасным это же какой-то человек ну мы даем добро человеку влезть в нашу голову и что-то там происходит поэтому я сейчас буду и мне важно чтобы мы такие прошли по лезвию бритвы чтобы это не превратилось в охоту на ведьм на сжигание ни в чем не повинны хороших людей которые что-то хорошее просто говорят ну вот прям про те продукты которые позиционируются как медитации для чего-то вообще выводят на новые горизонты в новые космические пространства вот и будут у меня вопросы конечно и к тебе я введу в контекст наших слушателей и зрителей ты не просто нейропсихолог а ты еще знаешь и обучалась регрессивному гипнозу да и я не я еще раз звучал обучалась разговорному гипнозу это цыганщина айл наны просто прекрасно и когда ты начинаешь слышать эти коды вот сначала ты свою речь чистишь потом ты начинаешь ну смысле параллельно ты слышишь сколько вот этих косвенных внушений как ты впадаешь в состояние абсолютного не алё мы можем можем сленгом да обязательно на пальцах на пальцах да 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 я проходила обучение я не прошла полный курс там у нас мы видишь так от медитации перепрыгнули к гипнозу и этого важность качоке я к нему вернусь потому что медитация не равно гипноз но они имеют отношение к гипнозу когда мы говорим о гипнозе мы говорим об особом состоянии сознания хотя я специально к нашему разговору из википедии взяла какую-то заметочку и я надеюсь каждый знает такой эффект когда ты читаешь везде какие-то тексты статьи по своей теме ты видишь описали копирайтеры какая ерунда ты различаешь когда ты читаешь по другой теме тебя устраивают копирайтерские тексты потому что ты не ловишь вот этих вот не ловишь вот этих нюансов не ловишь неточности эти неточности вполне спокойно берешь с каким-то оборотами и так далее ну вот и как раз статья википедии по гипнозу она с неточностями она очень любопытная я предлагаю сегодня к ней к ней обратиться так вот как раз по в ковид наш главный гуру по эриксоновскому самому мягкому безопасному управляемым гипнозу которые не вот эти сугестия да когда и там между стульями да и вот это вот там ну то что вот похоже больше на сценические такие номера внушений хотя публика нуждается и во внушениях очень очень часто и эриксоновский гипноз это метод терапии в первую очередь ну такой психотерапии и у меня разные друзья и коллеги проходили эриксоновский гипноз и у нас главный представитель это тот с кем нужно сверять какие-то сведения это гинсбург фамилия гинсбург и он умер как раз в ковид и его преемник там как раз была проблема с расписанием и так далее поэтому мне там не не получилось на следующий модуль попасть я продолжу конечно я же люблю поворчать обоснованно вот это павел федорович лебедько собственно которому я ездила в санкт-петербург на курс по по разговорному гипнозу но я сейчас не к тому что все должны срочно обучиться гипнозу или обучиться медитации а к тому что действительно у нас сейчас огромное количество гораздо больше мы себе с тобой можем представить обращение к подсознанию и напрямую в том числе в продажах и так далее не только с терапевтическими целями разные очень серьезные специалисты пытаются общаться с нашим подсознанием который определит наши выборы наши решения и вне зависимости мы будем смотреть на подсознание такой с таких психоаналитических ракурсов или мы будем смотреть на подсознание с нейропсихологических ракурсов да потому что с точки зрения психоанализа мы помним да вот эти вот наши влечения и так далее вот они влияют и там вспоминаем либидо и прочим с точки зрения психологии у нас есть кора есть лимбическая система есть подкорка и там и там мы знаем что есть вот эти вот импульсы подсознание и мы своими рационализациями работа коры уже обосновываем то решение которое в принципе уже было принято поэтому я понимаю всех тех кто хочет делать вот эти интервенции порой не развивающий а такие нацеленные на покупку или там еще на что-то как раз минуя наше критическое мышление нашего внутреннего цензора с другой стороны когда ты включаешь этого внутреннего цензора ты становишься сумасшедшим параноиком потому что в каждой реплике ты должен видеть попытку с угести с угести это внушение на что мне кто-то хочет внушить и правильно ну на мой взгляд лучше быть вот сейчас в современном маркетинге лучше быть параноиком чем таким эмоционально разоренным человеком который как раз не отфильтровывает вообще где он что он какой контент он потребляет так какое у него настроение становится улучшается он морально и нравственно да вот например наша культура я спорил с культурологом к культуролог говорил что давай определение культуры он сказал что это вот там значит на набор подходов и методов которые способны в обществе которые способствуют самосовершенствованию развитию и тем как мы превосходим сами себя игры подождите тут у нас культуры это только позитивный тренд а вандализм это что не такая культура и вот видишь получается что у культурологов культура она только к развитию этики морально-нравственности а без культуре разного вида это как раз вандализм разрушение и так далее мы сейчас не будем уходить в столкновение культуры так далее это такая глубокая тема я предлагаю очень поверхностные на пальцах вот обсудить тему медитации и воздействий чтобы можно было отличить вот эти вот зловредные злокачественные медитации и как-то для себя определить что мне нужно а что мне не нужно ну вот и как-то как-то сориентироваться потому что мифов сейчас вокруг этого много и я как у нас с тобой уже сложилась традиция сейчас прям такой соберу слайд где будет абсолютно не структурированный знаешь так как мы делаем список с буллетами всегда это напоминает какую-то структуру я сразу говорю у нас же мы же дисциплинированы в наших развивающих воздействиях что каждое воздействие интервенция должно быть открыто осознанно ответственно поэтому я ответственно заявляем что сейчас наша а-ля структура будет вовсе никакой не структурой а просто списком того что может попасть под категорию медитации и с чем нужно быть осторожным это не значит что не нужно к этому обращаться мы же понимаем почему такое почему такое почему так востребовано конечно потому что есть стресс-фактор который приводит наши мысли в смятение дает рассеянность а мы хотим чтобы мысли были ровные чтобы они текли ровно и мы начинаем в таком еще метание тревожным искать что успокоит мои мысли зачем люди во сне что-то слушают во первых чтобы крепко спать не просто также этот мотивация то есть нарушен сон но вместо согласись вместо глубокого изучения собственного сна когда ты идешь к неврологу к сомнологу к специалисту по восстановлению работоспособности где первая фаза это будет восстановление весна легче включить какую-то штуку которая где заявлено что там столько-то герц и вот вот ее ее слушать под эти звуки или пойти на чаши например сейчас мы тоже про них папа поговорим про вот эти вибрации в буквальном смысле слова про некоторые частоты которым можно воздействовать итак я сейчас открываю я не просто так взяла видишь наш слайд out потому что это первое первое на что нам нужно обратить внимание это как работает in да идет ли какое-то внушение или или работает out то есть я могу сделать какую-то выгрузку и что-то привести в порядок что например у нас смысловая задача структурирования когда-то у тебя все разложилось по своим полочкам ты принял решение смысловая задача структурирования относится к задачам экстракта за задачам out но это тоже уже немножко ухожу в детали прежде чем мы начнем составлять список давай посмотрим что нам пишут про медитации на рбк я я подготовилась так это гипноз смотри медитация а вообще вообще-то медитация это то что относится изначально к религиозным практикам нам нам это пришло с востока медитации в западной практике у нас есть молитва молитва тоже связано со своим трансом и вообще если люди хотят привести себя в порядок наверное самое безопасно это совершать труд молитвы я не сейчас не в религиозных целях да а вот как раз то работа которую мы делаем по приведению себя в нужное состояние у меня например есть одна из таких карточек что именно в чтении мы замечаем тупость и усталость а когда я еду и мне что-то на наговоре на кем-то я не замечаю и получается ты слышал наверное что татьяна владимир черниговская регулярно ссылается на то что ваш мозг запоминает все все как помойка все собирает и получается мои мысли якобы об одном я сама создала ситуацию когда параллельно да вот у меня внимание сфокусировано на одном и другая информация заходит которую я не отдаю себе отчет да я не контролирую она заходит на прямки не по сути куда в подсознание то она где-то условно данный записывать мы сейчас не будем уходить в днк клеток вы не встроение мира нейросетей и так далее в общем смотри рвк делает поправку говорит это ментальная тренировка и сейчас действительно медитации используют как ментальные тренировки это правда они пишут что в рамках религиозной практики или с целью добиться спокойствия расслабления смотри какое это за последние пять лет появились вот такие определения да потому что раньше это была тренировка только в рамках религиозной практики нет мы видим расширенное понимание варбака а я почему обратилась такому источнику ну что там как-то верифицируют я надеюсь информацию в европейских языках слово происходит от латинского до меди тари что означает смотри ничего плохого обдумывать созерцать размышлять внимание вопрос чей-то текст как бы идет мне в уши и тем более например во сне как связано с тем чтобы я обдумывала созерцала и размышляла если говорить о начальной постановке медитации ты помнишь там есть концентрация и концентрация либо концентрируемся на ом ты пробовала сконцентрироваться на ом это очень сложно там такая бельберта в голове начинается или деконцентрация когда-то отпускаешь свои мысли и вот они как облака уход или когда ты ну че то есть и такое это если мы говорим что это ментальная тренировка с целью добиться спокойствия расслабления когда мы научаемся влияет на свое внимание и также как например в физиологии нервной системы единственное на что мы можем повлиять осознанно это дыхание даже не можешь повлиять напрямую на сердцебиение на работу щитовидки на работу вилочек вы железы которые участвуют в реакциях стресса например нет но что мы можем сделать мы можем повлиять на дыхание на ритм дыхания и через него уже выстраивать как раз такой путь к спокойствию и и расслаблению или путь к возбуждению и такой коммобилизации своих ресурсов это то что касается медитации соответственно я не вижу в этом определение связи не с тем что мы слушаем во сне неснушениями если нам предлагается что-то для обдумывания созерцания размышления вернемся к этому почему я обращаюсь к теме гипноза здесь я знаешь чтобы развлечь тебя я взяла статью из википедии помощь ругалась на копирайтерские тексты смотри временно станет характеризующей резкой фокусировкой внимания высокой подверженностью внушения да это гипноз и потом там траляля вопрос о том относится ли гипноз к измененным состоянием сознания остается открытым пишет нам кто-то да а данное исследование показывает что гипноз сопровождается в изменениями в работе мозга но вот какой именно маркер неизвестно вообще известно у нас представляешь гипноз это такое особое состояние где мы уходим в реальность символов нас в гипноз приглашает абсолютно каждый спикер кто говорит представьте себе каждый он нас приглашает сделать шаг к такому осознанному трансу и приглашает нас вот в эту вот особую реальность такого осознанного сновидения потому что гипноз гипноз да изначально слово сон но это такой сон и не сон одновременно и работает гипноз очень активно активируется поясная извилина которая поставить чем она обычно занимается она занимается сверкой сверкой достоверно не достоверно достоверно то есть получается что гипноз это такая вроде бы бдительность а вроде бы внушаемость как такой может быть да у тебя караус пока наш город засыпает просыпается мафия что там такое происходит а происходит следующий процесс ты очень бдительно но в гипс той гипнотической реальности которые тебе предлагают то есть если твоя гипнотическая реальность связано вот тот воображаемый мир нет такого что можешь как фильме начала где-то ехали-ехали и такой раз поезд да то есть если никакие поезда не врываются да там какие-то не те звуки а если врываются даже звуки этому нашу на один какое-то объяснение или да на установку что делать с этими звуками там и так далее и так далее то есть ты представляешь и это это поразительно тут смотри что еще написано что состояние гипноза вызывается воздействием гипнотизер цена или целенаправленно самовнушение вопреки с распространенным выблуждением состояние гипноза не похоже на сон и не может быть вызвано против воли это я к твоему вопросу возвращаюсь да правда человек помнишь менях обмануть меня несложно я сам обманываться рад мы человек склонен к этим внушение он ищет ту песенку вот например лебедько он говорит какие песенки вы поете людям песенки и люди ищут те песенки от которых их ушам будет приятно кому-то нужны песенки про большие деньги кому-то нужны песенки про счастливую жизнь кому-то нужны песенки про большой труд и высокую нравственность которая необходима для того чтобы там то 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 понимаешь это все песенки это все это нас к нарративам отсылать мы тоже сейчас не будем уходить вот тему видишь мы с собой идем и только как поля маркиза карабаса помнишь таки это а вот это еще те культурологии очень интересно нарративы очень интересно это все все очень очень связано и например если мы говорим о злокачественном внушении то почему я перешла от медитации гипнозу потому что нам под брендом медитации подсовывают гипнотические практики нам подсовывают некоторые тексты наговоренные или напеты какими-то людьми может быть это очень талантливые люди например есть психотерапевт у нас будет скоро с ней интервью екатерина сухарева она прошла полный курс обучения у гинсбурга по гипнозу по эриксонском гипнозу она записывает вот эти тексты своим прекрасным голосом она не называет их медитации она говорит что это гипно практика гипноза осознанно гипноза то что не впадаешь ни в какое ни в какой сон и разъясняет людям вот осознанно открыто ответственно она разъясняет людям как это работает и говорит пожалуйста вот вам там тот и тот и эта работа мне понятно я не буду говорить фу как так можно прямо в подсознание у нее это все корректно выверено где соблюдена как раз вот это вот гипнотическая реальность там же есть требования к тексту там не работают не например я никогда не буду бедным ой я всегда буду бедным да ну и так далее то есть медитации во-первых я пишу сейчас я сделаю такой как списочек проблем момент вот так вот мы будем не хочет давать нам красивый список он почему-то вы делает зеленым ничего страшного первое что мы хотим знать или не хотим знать о медитациях не равно гипнозу то есть по сути вот та ментальная практика я только ты понимаешь это как определением эту ну вот мы сейчас с тобой далеко не ушли от от определений это набор упражнений ты концентрируешься там на одном или не концентрируешься на другом которые мы должны получать из достоверного источника ну в наше время я так скажу из того источника который мы считаем достоверным когда я беру книгу ошу по медитации по этой практике ошу считается признанным экспертом да и когда он объясняет как это работает и как тренировать свое внимание свое мышление как направлять что такое выделяю тренировать внимание как направлять и регулировать поток своего сознания это может спорить с психотерапевтическими например аспекты может не спорить но вот это будет скорее всего про медитации то что нам наговаривают это практики гипноза которые тоже могут быть со своей стороны они могут быть эти практики гипноза давай мы сейчас в них сделаем вот так в практиках гипноза в гипнозе должна быть соблюдена приторика гипноза например вот эти это кажется что такая мелочь с этим не ну когда ты вырабатываешь эту речь слушай это это очень большая дисциплина речи я когда слушаю ну какие-то примеры я думаю что серьезно то есть мне вот это вот идет внушение вот с такими инверсными штуками значит ну то есть как бы например о какой-то идет какая-то внушается очень хорошая мысль в которой три элемента могут случайным образом повернуться так а могут иначе значит такие элементы перевертыши вот и думай тебе подходит наверное стоит транскрибацию посмотреть и вообще что ты себе что-то в себя впускаешь какие программы ты записываешь какие коды ты записываешь свою память который будет влиять на твое решение риторика гипноза логика гипноза я не хочу уйти уходить религиозную тему но часть установок который нам дают суши в средневековье это бы назвали контрактом с дьяволом вот и так скажу аккуратно когда ты начинаешь рьяно делать выборы определенные лишаясь других за что это такой дисгармоничная дисгармония поселяется твоей жизни то есть от одной дисгармонии приходишь другой помнишь такой был life spring ново роста конечно очень злокачественный очень там использовался просто хардкор социальных регуляторов методов внушения так далее то есть ты давал публичные обещания ты это я собирал много как это интервировал участников и конечно же я не была там сама как это я слишком не слишком неустойчивая психика для для таких испытаний ну вот и пример женщина никак не могла развестись и закончить как сейчас говорят токсичные отношения до прекратить абьюзерский токсичный брак и открыть бизнес когда я с ней позна она пошла на live spring и она сделала на вот этом на импульсе на том что там накачали вот эту энергию на на импульсе сделала она развелась и открыла бизнес к моменту когда мы с ней познакомились она уже четвертый раз развелась и открыла много бизнесов хотя некоторые были в минусе как тебе программка которая зашита тебе нравится а главное проблема в итоге я с ней не работала я отправил психотерапевту была следующая она плакала у нее были приступы страхов но панические атаки еще до к видов до всего вот это я называю дисгармонии просто надо понимать зашивая себе одни установки какие другие установки какая цена какая оборотная сторона будет других установок вот эта гипнотическая реальность она полностью там снят весь вредоносный возможно до дисгармоничный слой да не навреди вот так вот я это напишу сейчас не навреди потому что все что не навреди будет вредоносным злокачественными язык как еще более заряженные слова подобрать чтобы донести мысль что вот эти установки которыми мы себя пичкой если к ним же не даны установки что это и смотри не могу сказать не во вред это будет не погиб на и мы возвращаемся к риторике да то есть то что будет способствовать моему там благополучию процветанию там откуда вот весь этот лишний текст берется это такие корректирующие вот эти вот корректирующие фразы и там не так все просто устроено чтобы на ты там просто залез ты что-то подкрутил у тебя другое что-то пашпи перекосилась так вот значит дальше медитации не равно аффирмации до встречала медитации которые прям аффирмации я теперь вот только сейчас понимаю что на самом деле меня так дребезжало меня медитациями называют все что медитациями не является медитация это упражнение на на управление своим сознанием своим потоком внимание вот сиди и упражняйся хочешь в точку смотри там и нам надо брать из хорошего источника когда медитация предлагает жданов например да такой нашу и признанный гуру по ресурсному состоянию он на тот человек который в советскую науку внес в восточной практике для подготовки космонавтов у него бешеная популярная программа да и вот даже когда он наговаривает свои тексты да вот он присылает медитацию это будет гипноз но гипноз от жданова мы надеемся что это хороший гипноз понимаешь что есть вот и главное что здесь же вред часто это даже не связано с тем что и это такой зловредный маркетинг нет это часто просто знаешь это защита от дурака не стоит простые ошибки как вот с этой женщины да вот у нее была острая задача почему эта задача возникла вот она решила и и залипла в этом сценарии она такая не одна не равно аффирмации ой ты знаешь в конечно всегда во времена каких-то социальных потрясений мы сейчас живем во времена социальных волнений и потрясений да у кого-то вот в этом диапазоне да у кого-то больше у кого-то меньше я боюсь что это еще не самое мощное потрясение психика ищет в психике включаются программы магического мышления мы ищем этих установок мы ищем гипноза мы ищем мы выходим на этот символический уровень да мы начинаем там куда тревогу же надо куда-то деть надо совладать с тревогой и это естественный процесс но магическое магическое накупите себе не знаю карты и ты каждые карты таро хороший набор и каждый день вытягиваете три карты чего мне стоит избегать но все же работа с символами на что стоит обращать внимание и что приведет меня процветаем допустим вот пожалуйста да кормите ему кормите магическую часть мозга соответствующей информации окей нет 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 с этим проблем можно обращаться ты знаешь мы работаем не с картами таро и не с метафорическими картами с культурными аналогами мы обращаемся к шедеврам живопись но мы же не берем к заряда от них вот этот вот магический но мы тоже разговариваем на на языке символ если человеку помогают талисманы все пусть талисман что угодно лишь бы психики близ было спокойно вот знаешь вот сейчас все все что поддержит психику все все хорошо но вот конкретно а аффирмации надо на них посмотреть я наткнулась на ой это какие-то преподнесено как современные молитвы жене джеффри я сейчас не помню фамилию жене там прям такие карточки какой-то американский сейчас прям погуглишь мальма начните по молитву для богатства поищи джеффри вот посмотри какой-то американский ушлый мужчина наклепал вот этих карточек с фантастическими текстами аффирмации где прекрасные в кавычках установки знаешь как бы чтобы мне было все мне ничего за это не было но по сути это все немножко похоже на такие знаешь заклинание бабки ну вот по просто на современном языке действительно есть споры допустим вот очень аж до работает ли язык старый если я не понимаю этот язык детальность нужно ли перевести на современность или нужно перейти к переводу который арамейский язык да на котором собственно формулировалась по это молитва потому что мне очень очень много нюансов да на каком языке но если мы я хочу обратить внимание что молитва ближе к медитации чем гипноз аффирмации значит ли это что я против аффирмации нет но надо смотреть какие паттерны мышления я пытаюсь у себя автоматизировать что есть есть я же сама себя программируем единственная аффирмация которая меня полностью удовлетворила и много-много раз меня выручила хотя там есть и про тело которое лучше знает что мне нужно например если ты запойная и ты себе говоришь эту аффирмацию и твое тело хочет алкоголя и ты а ты живешь в аффирмации мое тело лучше знает что мне нужно понимаешь то есть твое тело лучше знает допустим я как человек не пьющий для меня это конечно только теория но я я я как сказать видела когда тело хочет бокал 2 3 и вина например да то есть подри получается помнишь анекдот но есть нюанс и не буду рассказывать вот тут много много нюансов единственное которое меня много раз выручила без вот я не нашла из нее исключений это была такая песенка и не буду петь расскажу не буду петь как она у меня внутри мне приятно то что я делаю я все успею то есть у меня есть какой-то какая-то такая планка стресса когда спешу когда начинаю петь себе это опять помнишь какие песенки вы себе появились когда себе начинают петь эту песенку и например я вспоминаю что ой вот эти мои мучения это же работа моей мечты я же хотела трудиться интеллектуально я хотел работать с концепциями я я я я этой песенкой себе например и я все успею не факт что всегда все успевал но по крайней мере я приходила к финишу или дедлайном или каким следующим сроком спокойно так вот с аффирмациями мы должны смотреть что у нас с аффирмации мы должны смотреть какую установку мы отправляем свое по подсознание мы даже вот как как это сформулировать же не вот как на примере до тело знает верный путь к здоровью и если мое тело например подвержена зависимостью мое тело будет вести меня другими дорожками если мое тело хочет майонеза и может быть само тело не хочет ну кто-то же хочет понимаешь или там кто-то хочет курить кто-то хочет выпить кто-то хочет орать кто-то хочет участвовать в гонках кто-то хочет играть в казино кто-то же хочет соответственно верификация верификация этого этой установки то должно быть и вопрос подходит это к медитации ну нет не подходит и дальше ты помнишь там было что медитация это упражнение теперь мы смотрим воздействие вибрации например звуком у нас есть какие вибрации у нас есть музыка определенная да у нас есть чаши и что ты что ты еще знаешь из из таких из вибрации из того что сейчас из того что сейчас я знаю музыку и всякие новые созданные искусственным интеллектом звуки типа розовый шум белый шум но это самое простое но какие-то которые давай вот эти вот разные ценируются как вот что-то там с определенные там герцами как герцы длина и прочее ну вот по времени или типа 15-часовой я на ютубе наш заголовок 15-часовой ролик о том как уснуть за две минуты и вот включаешь и 15 часов вот этого это это восторг это мы возвращаемся к тому что обмануть меня несложно я сам обманываться рад люди в тревоге у них активизируется магическое мышление это правда и им нужны вот эти простые действенные способы мы им нужно обещание нужно что-то чем они себя успокоит и даже тем кто такой критик и рационалист ты знаешь им просто нужны другие песенки и мы возвращаемся к внушению как раз внушение и у меня комментарии я очень много вижу сейчас находясь внутри большого инфобиза и большого вообще инфа пузыря людей комментарии блогеры и так далее я вижу какой большой запрос у людей у самой аудитории те которые комментируют блогеров покупать эти курсы какой запрос на чудо шоу и какой огромный запрос на какую-то роль иисуса и вообще любого святого да так устроены люди так было и будет я сейчас читала книгу она меня потрясла до глубины души называлась земля держимая день демонами это про про послевоенную после второй мировой войны германию они же как-то жили восстанавливали города профрг и там рассматривается такой социо журналистское исследование очень интересная на мой взгляд рассматривается как раз потребность людей в целителях в такая описывается 2 2 3 фигуры целителей которые вызвали просто истерическую и в бытовом и в профессиональном смысле слова волну обращались когда люди отовсюду ехали спали на улице понимаешь просто чтобы вот подержаться за этого целитель и действительно так как большое количество было психогенных симптомов и был или многие темы подвергнуты табуированы и подвергнуты такому замалчиванию ну по и по понятным причинам то конечно у людей и вот это представишь какой-то вот этот гнет то ли коллективной вины то ли вот это есть вина я лично не виноват ну то есть там очень серьезный эмоциональный конфликт и когда что делали эти целители они разговаривали с людьми о чистой душе о хороших людях и вот и ты слушаешь и ты вот и понимаешь да вот там вот такая беда случилась ну ты хороший ты не знал это я щас не буду меня и не в праве там осуждать или порицать или наоборот там восхвалять этих людей ну мы точно можем констатировать что в эти моменты смятения вот этих моральных вопросов и так далее когда включаются коллективные механизмы плюс там вспоминаем из юнга коллективное бессознательно конечно мы будем все искать успокоение успокоение моя позиция в том что для успокоения лучше бы поработать ну осознанно когда ты понимаешь что ты сделал для своего успокоения не справляешься иди к психоневрологу получай или там психиатру получай какую-то поддержку фарм поддержку проверь для это до этого дефицит своих микроэлементов может тебя вот неспокойствие какое-то связано с дефицитами этого этого состояния микроэлементов а когда ты конечно 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 нужно знаешь как я вот говорю про фарм поддержку например у меня проблема я не могу сама у меня там не короче как-то да есть такой термин когда тебе многие препараты не подходят у тебя непереносимость я когда увидел список антидепрессантов которые мне не подходит я что-то подумала ну да так значит по пропорту не получится нужно будет саморегулироваться конечно используются методы влияние на свое состояние просто ищешь как со стороны тела зайти какая последовательность для начала ты учишься замечать свое состояние лезут гнетущие мысли с чем они связаны ты идешь в корень это гнетущие мысли и какой-то ритуал но часто ищут способ анестезироваться тот путь про которым я говорю там нет анестезии а когда ты если что-то не невыносимо обращаешься ты принимаешь да ну чей это текст ты посмотри на источник если это гипнотический текст а мы в основном знаем что медитации по отменяются гипнотическими текстами ну ты проверь какой источник да мы сказали проверь риторику проверь логику и не навреди себе про вибрации в завершении хотел бы еще сказать сейчас очень популярно да вот с чашами вообще тема тета волн тета волн это глубокий сон и восстановление и так далее ну наверное параноик я не не могу решиться включить что-то что будет играть пока я сплю что мне даст установку на удачу и деньги я это создавал а вдруг мне дадут установку ну это я наверное как про ног рассуждаю на самоубийство еще что-то а вдруг у меня в моей психике это из-за инверсных каких-то моментов преломиться так-то и так а вдруг у меня учитывая особенность моей электроактивности мозга произойдет что-то по-другому и ну я бы не решалась хотя я вижу что сейчас идет волна вот знаешь запрос есть этот запрос от аудитории типа слушайте починить наш как с автомобилями я уже раньше я прям хорошо понимала что делали с минут практически могла под капотом там поможет все когда еще был как карбюратора не инжектор да я понимаю счастье приехал на сервис все вслепую приехала отдала машину забрала машину все едет едет я день я не знаю как проверить что они делали я знаю только что я могу сказать что я езжу с тремя детьми на этой машине пожалуйста сделайте внимательно ну все это все мое воздействие или могу разгар этот вопрос о гипнотических внушениях абсолютно спокойно с менеджером который вот там что-то ведет я сижу вижу это тоже людей кстати вводит в некоторое состояние транс и спрашиваю молодой человек а у вас крепкая нервная система номер там проблема была да что такое игру понимаете я на грани нервного срыва что было правдой но просто я там разбила машину и имену важно чтобы человек с которой сама общался был с крепкой нервной системы что тоже правда на же ответственность осознанно он такой туда игры по вы в базу мне сейчас водить он горит да я говорю пожалуйста сделайте там пометку женщина сложная скандально ну говорю я абсолютно спокойно вот он диссонанс появляется и это тоже правда потому что если например они поменяют лишнюю неделю предположим оставили бы без машин ну я бы проявила заявленные качества не теряя самообладание тут мне недавно нужно было за две минуты с одной платформы электрички перескочить на другой по что я вышла не на тот путь и станционные смотрители не очень стремились спешили мне помочь и когда я в припадке просто значит орала что я первый раз еду на электричке и выламывала ну не слишком сильно демонстративно вот эти вот знаешь да вот эти вот турникеты чтобы привлечь к себе внимание что меня был куплен билет а просто перед не на тот путь прошла вот это было шоу но я внутри было абсолютно спокойно то есть это был такой уместный способ добиться реакции потому что уже я слышал что подходит поезд если мне сейчас не пустят потому что одному я еще могла в будку колотить а другой был за там за турникетом поэтому я как бы отколотила в турникет так вот и это результат многих лет медитации когда ты можешь да как бы разобщить действия и при этом не быть в этом приступе полностью я не говорю что я образец я все равно нервная тревожная с магическим мышлением там и так далее как и сейчас большинство к чашам кто-то это обещание они действительно я не пошла на чашу дают вот это вот глубокое расслабление проблема в одном они разбирают но не собирают обратно то есть ты пошла тебя там расплющила давай называть вещи вот такими словами и не пару дней тебе надо собираться есть какие-то грамотные очень видение где ты вышла бодрая окей ты можешь идти заниматься своими делами а где-то ты вышла сейчас тебе прям хорошо ты расслаблена и ты потом не понимаешь почему ты тупая не собранная все забыла какая-то к вела так ты не к вела ты расслаблена вот я на этом бы закончила потому что мне кажется что главное главную мысль я повторила уже без косвенных внушений прямо раза четыре я к разговору про чаши и разобранное состояние вспомнила семинары конференции с мотиваторами с мотивациями где позиционируется как мы сейчас вас накачаем тут и вы уйдете на пике американский город и и что потом происходит с людьми еще про такую опасную грани тебя могут завести помимо твоей воли тебя могут расслабить не в тех объемов которых ты собирался и я убеждена вместе с восточными практиками что лучше бы человека научиться себя регулировать а не и направлять свое внимание свое сознание принимает решение замечать что он сейчас например раздражен и это влияет на его мысли хотя бы эту работу провести вообще за свой эмоциональный фон способствует ли наговоренный текст потому чтобы я замечала свой эмоциональный фон не очень скорее наоборот если это хороший текст из хорошего источника он дает вам хороший эффект все прекрасно мы не говорим о злокачественном вот давай на этом завершать я резюмирую как я как человек из инфобиза это себя понял это мои подозрения у меня внутри подтвердились не все медитация то что продается как медитация надо смотреть из какого источника как в сказке смотри из копытца не пей потому что станешь козлиночком да да что внушают как именно важна именно риторика слова не всегда ты должен быть ну вот ты не должен быть нейропсихологом как ты не должен знать что всегда под капотом машины тебе должны быть какие-то критерии понятны по которым ты определи что для тебя вредно не вредно и так далее ну вообще быть как быть в сознании вот как я грубо прорезюмирую да да спасибо даже огромное спасибо спасибо что поднимаешь эти вопросы спасибо до встречи